На Меде в Москве прошло очередное шоу под названием пресс-конференция президента России. Лично я побывал там в прошлом году и больше не горю желанием тратить время и деньги на участие в этом спектакле «Лизаблюдство». Но у кого-то и первого, и второго, то есть времени и денег оказалось в избытке. И потому толпы работников государственных СМИ, им сочувствующей надеждой передать привет и пожелать нашему бессменному долгих лет пролы... Ой, простите, оговорился, жизни и здоровья, хлынули потоком в столицу. Перед тем действием участников почивали осетинскими пирогами и поили акцентом. Видимо, чтобы пожелания были еще веселее, чем обычно, как, собственно, и сама жизнь по версии нашего главы государства. И еще одна отличительная особенность этой прессухи от предыдущих – это то, что впервые в ней появились элементы программы «Поль чудес». Путину, как и Якубовичу, повезли подарки. Чуть позже подъехали скрепы духовные, а вот мест всем желающим опять не хватило. Несмотря на все, мероприятие это в очередной раз и уже который год подряд пробивает дно антирейтинга. Цифры свидетельствуют, что оно уже особо никому и не нужно. Это программа «Что произошло?» Больше трэша, больше ада в эфире. И мы начинаем. После обсуждения своих предполагаемых дочерей, уважаемый президент отправился на празднование Дня работников госбезопасности. Под его аплодисменты неизвестный, а по некоторым данным было и несколько неизвестных, так вот он или они обстреляли здание ФСБ России и убили там как минимум одного сотрудника ведомства. Второй скончался на следующий день в больнице. И еще четверо гражданских пострадали. В принципе, неизвестный стрелок оказался очень даже известным в определенных кругах. Это 39-летний Евгений Манюров. Экономист, посещающий курсы высшей школы экономики, в то же время эксперт по безопасности. Работник элитной охранной организации «Вымпел резерв». Стрелок, боксер. И это далеко не полный список заслуг молодого человека. Примечательно, что в свой почти что сорокет он не имел семьи и жил с матерью. Но и это еще не конец сказки. При обыске у него дома нашли несколько автоматов и гранаты, бережно сложенные под черно-оранжевым флагом с надписью «Национальное освободительное движение». Следователи обнаружили в квартире также значки и другую многочисленную символику нода. Источник, близкий к оперативникам, занимающийся делом «Стрелка» с Лубянки, подтвердил журналистам, что Манюров не просто питал страсть к символике нода, а был членом организации и активно участвовал в разгоне оппозиционных митингов. При этом он выступал и в качестве провокатора, и в качестве вышибалы. В целом, я вот хочу сказать, в целом, все-таки если мы посмотрим на то, что себя представляла наша страна в начале 2000-х и что сейчас, это почти две разные страны. А чуть раньше, прямо во время пресс-конференции уважаемого президента в столице самой безопасной страны уже стреляли. В Марьино, на Братиславской, в 15 часов 20 минут, то есть среди бела дня. Неизвестный расстрелял мужчину. Силовики, конечно, проверяют связь между этими двумя вопиющими случаями, но в глазах народа это ничего не меняет. Людям по барабану. К сожалению, в последний год в нашей самой безопасной, по версии уважаемого президента, как вы слышали, в стране стреляют чуть ли не ежедневно. А иногда и по несколько раз в день. Стреляют на улице, с оружием грабят банки. И даже магазины. Народ обнищал и голодает. То ли еще будет. А хотя, хотя. Справедливости ради стоит отметить, что наша страна за эти 20 лет действительно изменилась. Причем до неузнаваемости. В 2000 году в России школ было 68100, в нынешнем стало 41300. Больниц было 10700, стало 5300. Аварийного жилья было 9,5 миллионов квадратных метров. Стало 25,5 миллионов квадратных метров. Чиновников в 2000 году был 1 161 500 человек. Стало 2 156 300 человек. Миллиардеров в начале века их вообще в России не было. А сейчас их целых 98. Федеральная налоговая служба России вывернет карманы пенсионеров. Ведомство уже официально предупредило пожилых людей о проведении тщательного контроля их доходов. Основная суть предложения заключается в том, что фискальное ведомство намерено проверять абсолютно любые источники дохода официально неработающих пенсионеров. И в случае подозрения на уклонение от оплаты налогов менять им статью 159 Уголовного кодекса, то есть мошенничество. Стоит отметить, что только административная ответственность в таком случае предполагает штраф до 120 тысяч рублей. Но это еще не все. Пенсионеров могут привлечь и по уголовке. Кстати, помимо проверки банковских счетов пенсионеров и возможной их блокировки, налоговая будет опираться и на сведения отделений Пенсионного фонда России, сотрудники которого уже тщательно контролируют и узнают о неофициальных доходах пенсионеров. А вот работников финансовых прокладок госкомпании почему-то никто не проверяет. Мошенники, по которым явно плачет 159-я статья, перекрыли федеральную трассу М4Дон и истригут с проезжающих деньги. Таким образом, отрезанными от цивилизации оказались сразу несколько районов Краснодарского края. Федеральную трассу М4Дон оккупировали мошенники. Частная фирма, название которой созвучно с ФГУ Просавтодор построила на проезжей части так называемые пункты взимания платы и стрижет деньги со всех, кто едет по дороге. Подскажите, пожалуйста, вы на ком основании вообще тут работаете, документы ваши? Федеральный телеканал Крикнов. Принял смысл, вы деньги на ком? Не-не-не-не, 47-я статья закон о СМИ. В Ростовской области, в селе Самарском, сделали для местных жителей льготный проезд. У меня возникла такая мысль приехать в администрацию Крыловского района. Было только сказано, что обращайтесь, попробуйте обратиться в ЗСК Края. Полиция ничего противозаконного в действиях Шарашкиной конторы не находит. Какие нарушения вы устраиваете, каким образом? Администрация района, которая, казалось бы, должна бить в набат, самоустранилась. И это ничего, что сразу несколько станиц оказались отрезанными от цивилизации. Им даже пожаловаться некому. Оборона как на войне. К чиновникам можно попасть только так. Но даже если попал, ответа по существу не услышать. Я не владею информацией, не могу ответить. А кто из ваших чиновников может прокомментировать, что кто владеет информацией? Это не наши компетенции вопрос. Люди готовы были выйти на митинг. Мне под предлогом того, что не подписали лица, там еще установленные, мне прислали уведомление о том, что митинг мне не согласован. Впрочем, пластинка всегда одна. Не виноватая я. Мы не запрещаем никому. Уведомление получено. В смысле запрещаете? Вы не согласуете? Мы ответили на уведомление. Работники по стол свою правду доказывают исключительно силой. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, руки, руки, руки. 47-я статья закона СМИ. Это общественное место? Это что, секретный объект, что ли? 47-я статья закона СМИ. Э! Ты что делаешь? Что? На уголовку? Федеральный канал. Я понимаю, пропуск. Разрешение где? Какое разрешение? Какие законы? У вас общественное место здесь. Федеральный закон о СМИ, статья 47. У вас какой федеральный закон? Что делаете? Руки убрал? Кто еще на уголовку? Ты? Где уголовка? Что ты труся стоишь? Ты что творишь? Уйди отсюда, не мешай работать. Кто из нас тросится? А кто-то дверь... Э-э-э-э-э. Что а ну? Федеральный закон о СМИ, статья 47. В чем дело? Вызываем. Вы кто такие? Вы кто такой? Так, все. Вы кто такой? Вышли отсюда, я сказал. Кто сказал? Ты кто такой? Вышли отсюда. Ты кто такой? Что мне не сказать? Говори что-то. Вызывай полицию. Вызывай. Прямо сейчас вызывай. Ладно, ждем. Впрочем, местные жители нашли решение, как проезжать через пункты пропуска и при этом ничего не платить. Подробнее об этом в большом репортаже на канале Крик Ньюз. Хоть что-то хорошее на этой неделе. Коллектив Урдомской больницы сердечно благодарит анонима, подарившего медучреждению дорогостоящую дыхательную аппаратуру. Известно лишь, что неравнодушный человек пострадал во время разгонов на шейсе и получил в этой больнице медицинскую помощь. А вот в Москве произошел рейдерский захват здания гинекологической больницы номер 11. Забарикадировавшихся в ней врачей выдавливали сотрудники Росгвардии. Забарикадировавшихся в ней врачей. Закрытие. Под как нам представляется вымышленным, безлогом того, что больница не может оказывать помощь пациентам. То количество детей, которые у нас среди сetzt каждого из нашего врача, можно собрать в один мегаполис. Может быть, среди них ваши дети и муки. Помогите нам, спасите нашу страну, спасите нашу больницу, спасите будущих ваших детей, будущих ваших внуков и правнуков, может быть. Потому что какая-то из них не доедет до больницы и умрет по пути, и это будет ваша вина. Хоть вы и подневоднее, но душа у вас есть, жены у вас, дети у вас, и с математиками. Поздравляем! Поздравляем! Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о продлении еще на один год заморозки накопительной части пенсии. Похоже, что россияне эту так называемую накопительную часть не увидят уже никогда. Вот именно так и работают в России реформы. И в завершении о том, как похорошел культ личности при Сергея Семеновича Собянина. Скажу сразу, такое даже в СССР представить было невозможно, чтобы на дверях метро висела морда товарища Гришина. Первого секретаря Московского горкома КПСС. Да никогда! Чего ж там, даже Сталина так не развешивали! Увидимся через неделю. Может быть.